Привет, я Энни Мэджик И сегодня, ребята, мы будем проводить очередные соревнования для собак Я вам покажу кое-что, когда отведу собак, чтобы они не видели Что я для них построила Построила я для них лабиринт Короче, кто выберется последним, не получит вкусняшку Или кто выберется первым, тот получит Посмотрим, что у нас из этого выйдет А вы ставьте лайк, если вы любите такие соревнования между собаками Не забывайте проверять уведомления, ребят Потому что сейчас ютуб тупит и многие просто не получают уведомления о том, что выходят новые видео Они сейчас выходят часто Так что проверяйте колокольчик и что у вас там по галочкам проставлено Я еще хочу вам напомнить, что 9 ноября мы встречаемся с вами в Сибири Город Красноярск на выставке Зоомир Обязательно приходите, я буду там с 12 до 5 часов вечера Это просто будет очень много времени у нас с вами пообщаться Пообниматься, пофоткаться Так что, чтобы быть в курсе всех новостей, самыми первыми все узнавать, что в нашей жизни происходит Обязательно подписывайтесь на инстаграм питомцев и на мой инстаграм Я сейчас собак спрячу, потому что они еще не видели мою конструкцию Это лабиринт-тюрьма, как я его назвала Здесь есть только один единственный выход Единственный выход И больше никаких дырочек и еще чего-то такого в лабиринте нет Вот сюда, вот в этот угол, я запускаю собаку И она должна найти выход Но его не так просто найти, потому что здесь, по сути, тупик Когда ты идешь вот сюда, дорога разделяется И если он пойдет сюда, песик, то тут тоже тупик Значит, нужно вернуться, пойти вот сюда Здесь тоже никакого выхода нет И прохода к выходу отсюда нет Потом идешь вот сюда, здесь тоже никаких проходов И если вот сюда идешь, то здесь образуются два варианта И вот это ловушка, то есть ты заходишь Здесь тупик, никак к выходу не пройти Тогда нужно пройти только вот сюда Конечно же, здесь тоже выхода нет И в итоге вот сюда попав, ты можешь выйти Вот и проверим, кто из тусиков у нас самый сообразительный И кто сможет выбраться из лабиринта быстрее всех Я поставлю штатив, и он будет снимать весь процесс А сама уйду, то есть это будет скрытая камера И я предлагаю вам сделать рубрику Скрытая камера постоянной У нас уже были подобные ролики Но я предлагаю вам сделать ее постоянной Поэтому пишите, какие идеи, что можно еще снимать На скрытую камеру Потому что мне, например, очень всегда интересно наблюдать Как собаки действуют без меня Я, кстати, попробую запустить Олеську в лабиринт Но я думаю, что она просто тупо перепрыгнет Да, она реально идет по лабиринту Прикол Прикол Короче, у меня предположения такие Я думаю, что на первом месте будет Эйвон Второй... Ну, Алиса уже почти выбралась Ну что, затупила До выхода не дошла На втором месте, я предполагаю, будет Софиша Потому что они оба такие самые сообразительные На третьем, я думаю, Юми Несмотря на то, что она такая быстрая, шкодливая Но мне кажется, она затупит именно от того, что она очень много двигается Вот, Алиска нашла выход таким А на четвертом месте будет Мишанька Ну, вы сами знаете, почему она у нас самая медлительная и подтупливающая Ну что ж, давайте начнем Вот там вот она проходит соревнование Я буду находиться здесь И увижу, как собака выйдет вот тут вот на выходе И встречу ее тут Софи, надеюсь, она вообще пройдет этот лабиринт Вперед! Выходи! Ну что ж, я ушла в свое убежище Оставив включенной нашу скрытую камеру И засекла время Я буду засекать время на каждого песика И как только он выйдет, показывать, за сколько он прошел лабиринт Наша первая участница, Софи, довольно долго сидела на старте Поэтому, если собака долго ничего не делает, я буду немного ускорять запись Затем Софи заняла выжидательную позицию на стартовом кирпиче И смотрела в разные стороны Видимо, оценивая ситуацию и пытаясь понять Что вообще происходит и как действовать дальше Через некоторое время она, видимо, поняла, что она закрыта Что это какая-то конструкция и просто сидеть бесполезно Нужно выбираться самой Еще какое-то время она тупила в стартовом отсеке Обходила его, обнюхивала Постояла в другом углу Хотела перепрыгнуть стенку, но передумала В самом начале она все никак не могла понять, что же делать Поэтому подолгу стояла на одном месте и оглядывалась Потом, поняв, что перепрыгивать она не может, она хотела попробовать пролезть внизу Но сразу поняла, что это не сработает В итоге она наконец-то решила выйти из стартового отсека И сразу же отправилась в самый первый тупик Тупо пройдя мимо выхода в следующий отсек Но при этом в первом тупике она долго не пробыла Она даже не дошла до его угла и сразу отправилась обратно Там она быстро нашла выход во второй отсек Немножко пооглядывалась, потом у нее зачесался, видимо, ошейник Она посидела, почесалась, подумала, встряхнулась и отправилась дальше И попала во второй тупик Там, поняв, что это все-таки тупик, ей ничего не оставалось Как вернуться обратно? Но она не заметила выход из второго отсека в третий И поэтому, блин, вернулась в первый тупик Покрутившись и поняв, что она тут явно уже была Как это, знаете, бывает в играх, где есть лабиринты Ты попадаешь в какое-то место и осознаешь, что ты там уже был Но в этот раз она все-таки изучила первый тупик И явно осознав, что никакого выхода там нет Она снова отправилась во второй тупик Кстати, пока она там бродила, у нас есть уникальный кадр Как киса Алиса пробирается вдоль забора вдалеке Может быть, она подсказывала Софи, что делать? Софи снова совершила попытку сделать подкоп Поняв, что это надолго, она снова решила вернуться обратно И она опять вернулась в первый отсек Когда я стала отсматривать кадры со скрытой камеры и монтировать это Я просто поражалась, сколько раз она ходила туда-сюда Снова во второй отсек, где уже была неудача И вот, наконец-то, вернувшись во второй отсек Она обнаружила выход из него в третью часть лабиринта И вот она направляется к входу в ловушку Сначала она не хотела заходить Но потом она все-таки, видимо, решила проверить этот вариант Надеясь, что, возможно, там есть выход И попала в нашу ловушку Там она потупила немного, не понимая, как же так? Вроде бы где-то должен быть выход Но задерживаться не стала и пошла обратно То есть в начале лабиринта Софи тупила больше И чем дальше она в него заходила, тем быстрее она понимала, что от нее требуется Поэтому, обойдя заборчик, который вел к ловушке Она, даже не заглядывая в углы, сразу обнаружила выход Ну что ж, наш первый участник прошел лабиринт почти за 4 минуты Я пошла ее встречать Она сейчас придет сюда Вот она моя собака Молодец, держи вкусняшку Молодец Наш следующий участник и Васи Время пошло Наш следующий участник Эйвон Брат Софи Самый старший песель И единственный парень Как только я убежала в свое укрытие Эйвон еще какое-то время сидел в стартовом отсеке нашего лабиринта Он оглядывался и часто смотрел в ту сторону, куда убежала я Затем он решительно и быстро отправился в первый тупик Точно так же, как Софи, пройдя мимо выхода из первого отсека во второй Он пробыл там какое-то время Изучая обстановку И, недолго думая, направился к выходу во второй отсек Там он снова, как Софи, возможно, даже по ее следам Изучил хорошенько второй тупик Какое-то время там потупил И, обойдя заборчик, в отличие от Софи Быстро обнаружил второй выход в третий отсек Возвращаться несколько раз назад и ходить туда-обратно он не стал Также, довольно быстро изучив третий тупик Он стремительно нашел третий выход и попал в раздвоенный отсек Где есть выход в ловушку и проход к выходу Так вот, он, как и Софи, пошел в ловушку А вот в ловушке он находился уже дольше Какое-то время он стоял и разглядывал что-то вдали Видимо, где-нибудь вдалеке видел кису Алису Хорошенько изучил углы ловушки Обходил ее вдоль заборов И в итоге вышел из нее А как только вышел, он не стал возвращаться обратно Он сразу же направился в последний отсек Но в отличие от Софи, которая быстро побежала к выходу Он прошел его вдоль забора И, наконец, заметил выход в конце 2 минуты 48 секунд я нажала стоп, когда Эйвен выбежал из этой штуки У меня уже готовы для него вкусняшки Вот он! Вот он наш победитель! Молодец, Ивасик Покажи ребятам 5 Ай, молодец, умник Да, ты умник Ну что ж, наш следующий участник Юми Софи прошла лабиринт примерно за 4,5 минуты Эйвен за меньше, чем 3 минуты Как я и предполагала, он пока что на первом месте, а Софи на втором Как быстро пройдет лабиринт самая младшая и непоседливая собака Юми Я думала, она займет третье место Но не тут-то было Итак, благодаря своему подвижному характеру Юмичу начала двигаться очень быстро Она сразу же со старта попала в первый тупик Быстро пробежавшись по нему, вернулась в стартовый отсек И снова побежала в первый тупик Не замечая выход во вторую часть Видимо, у Юми такой характер, что она сразу действует вместо того, чтобы думать Снова побежала в первый тупик и снова вернулась в стартовый отсек Еще одна попытка, она опять возвращается в первый тупик и опять обратно на старт И опять, и снова Пока, наконец, не обнаруживает выход во второй отсек Юми двигается быстро И в отличие от Эйвана и Софи, она проходит мимо второго тупика Даже не заглянув его, и сразу находит выход в третий отсек Где стремительно направляется в ловушку Быстро заглядывает туда, толком и не заходя Зато по пути, подкрепившись травкой Ну, да, это же покемон, конечно Выходит вдоль забора, и даже не изучив еще один дальний угол Сразу же отправляется в отсек с выходом Там, снова пожевав травушки в углу, как ни в чем не бывало Выходит из лабиринта Стоп, Юми вышла из вольера Так, где она? Вот она уже ждет меня тут Да, покемон, молодец, ты молодец Да, ты умница, ты умница Держи, держи, молодец Ну что ж, наш последний участник, Мишка Старт, время пошло Честно, я была безумно удивлена тому, что Юми прошла лабиринт чуть больше, чем за две минуты И в итоге Юми первое место Эйвен второе, Софи третье А про Мишу я предполагала, что она займет четвертое Посмотрим, оправдается ли хоть этот мой прогноз Кто смотрит канал довольно давно, знает историю появления Мишки в нашей семье Прошлое у нее было сложное Поэтому она, несмотря на все наши старания, все-таки остается самой пугливой, нерасторопной И соображает очень медленно по сравнению с остальными Интересно именно то, как по-разному все собаки проходят лабиринт Каждый действует по-своему Например, Миша не торопясь попала в первый тупик И все же, несмотря на свою медлительность, она его изучила, выбралась из него и снова вернулась на стартовую позицию И если Юми носилась туда-обратно несколько раз Софи тоже совершила несколько попыток, а Эйвен выбрался достаточно быстро То Миша, вернувшись на старт, просто долго там сидела Поэтому запись, конечно же, я ускоряю Но просидев там какое-то время и поняв, что это никак не меняет ситуацию И никто за ней не придет, Миша не возвращается в первый тупик, а сразу выходит во второй отсек И там она проходит мимо второго тупика Как Юмичу, не обратив на него никакого внимания Хотя, как вы помните, Эйвен и Софи в нем застревали И в том самом раздельном отсеке Находит проход, но не в сторону выхода, а в нашу ловушку Она была продумана мной так, чтобы все собаки в нее обязательно заглядывали Надеясь, что там обязательно есть выход И Мишка, в отличие от Юми, зашла в ловушку полностью, как и Софи И осталось там сидеть в углу надолго Так что мне снова пришлось ускорить запись В итоге, поняв, что от простого сидения ничего не происходит Она все-таки отправилась на поиски выхода обратно Там она прошла в разделительный отсек И довольно быстро нашла проход в последнюю часть лабиринта Но это же наша Мишка Поэтому она прошла вдоль забора К углу последнего отсека И буквально в полутора метрах от выхода Она стояла в углу еще очень-очень долго Ох, наша Миша лайк Но в какой-то момент ее все-таки настигло просветление И она просто спокойно вдоль забора пошла к выходу Да, в этом вся Миша Сидеть прямо возле выхода и чего-то ждать Она даже на выходе немножко постояла А потом, не торопясь так, пошла все-таки ко мне Ну что ж, в пять с лишним минут Я заметила, как Мишка выбралась из лабиринта Пойдемте ее встречать Я думала, я буду ждать Мишку гораздо дольше Но она пришла, она молодец, она умная собака, да Я думала, намного дольше буду ее ждать Ну что ж, вот такие неожиданные результаты были лично для меня Ставьте лайк, если вам нравятся всякие соревнования собачьи И пишите в комментариях, какой еще челлендж придумать для песиков Переходите по ссылочке на новые ролики на других каналах И увидимся с вами 9 ноября в Красноярске на выставке Зоомир Все? Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!